Короче говоря, Икота. Это был день из разряда подготовка к предстоящему учебному году. Я лежал на диване и играл на планшете в дудлджамп, только что-то все никак не мог продержаться дольше 10 секунд. Я отложил планшет и поднялся с дивана. За 3 месяца отдыха я понял, что мне надоело просто сидеть на месте и ничего не делать. Вроде даже захотелось на учебу. Я поднялся с кровати, покормил рыбок и сел обратно. Стало совсем скучно. Решил последние деньки лета провести как-нибудь необычно. Может сходить прогуляться? Погодка хорошая. Решено. Я поднялся с кровати и икнул. Икнул еще раз. Решил не придавать этому значения. Через 5 минут все пройдет. Я начал собираться. Прошло 5 минут. 10 минут. Икота не прекратилась. Я отправился на кухню. Сделал 9 маленьких глотков воды. В детстве мне всегда говорили, что это очень важно. Однако это не помогло. Я сделал еще 9 глотков. Бесполезно. Я попытался вместить в себя еще 9 глотков, но икнул на 8. Чтоб тебя. Мне стало интересно, из-за чего вообще возникает икота. Я загуглил. Начал читать. Икота может возникнуть при общем охлаждении у детей раннего возраста при алкогольном опьянении. Не то. При переполнении желудка пищей. Возможно. Но тогда почему люди не начинают икать каждый раз, как плотно поедят? Бред какой-то. При раздражении диафрагмального нерва. Эта статья начала раздражать мой диафрагмальный нерв. Неужели так сложно писать нормальным русским языком? Ничего не понятно же. Я все еще продолжал икать. Я опустился ниже, чтобы прочитать методы борьбы с икотой. Проглотите небольшое количество чего-нибудь горького или кислого. Я снова отправился на кухню. Съел немного кислого. Немного горького. Ну раз уж я икаю больше получаса, значит у меня запущенный случай. Я съел еще немного кислого и горького. И еще немного. Вдобавок глотнул уксуса, чтобы наверняка. Гадость. Это явно было лишним. Но, увы, это не помогло мне избавиться от икоты. Попытайтесь подавить икоту рвотным рефлексом. Я зашел в ванную и попытался вызвать этот рефлекс. Однако у меня ничего не получилось, потому что уксусом я сжег все свои рецепторы и вообще ничего не чувствовал. Я не сдался. Я стал засовывать в рот разные предметы. Мочалку, мыло, шампунь. И хотел даже попробовать ершик, но чтобы выбить из головы эту дурь, треснул шампунем себе по голове. В этой же статье я узнал о том, что самый продолжительный приступ укоты в мире длился 68 лет. А что если я когда-нибудь побью этот рекорд? Что если я являюсь тем человеком, который навсегда войдет в историю, как человек, который кал дольше всех на свете? Я очень сильно постарался не думать об этом, однако снова икнул. Я знал один верный способ избавиться от икоты, но для этого мне нужен был человек, который мог бы меня сильно напугать. Однако мои друзья живут на другом конце города и ехать ко мне просто с целью напугать не станут. Я зачем-то захотел скопировать эту статью с сайта на компьютер, но видимо нажал что-то не то и выскочила какая-то ошибка с предупреждением. Я по привычке нажал ок и не стал заморачиваться. Совсем отчаявшись я лег на кровать. Что-то кольнуло в спину. Все в порядке. Это всего лишь комнатное растение. Я лежал на кровати и икал. Меня клонило в сон. Через полчаса я вспомнил, что собирался идти на прогулку. Медленно поднялся с кровати и заметил какое-то уведомление на своем компьютере. Я подошел поближе и прочитал. Форматирование завершено. Вся информация с компьютера была удалена. У меня потемнело в глазах. На этом жестком диске была вся моя жизнь. Я схватился за волосы и стал в панике носиться по дому. А может я что-то неправильно понял? Я подошел к компьютеру и открыл свойство жесткого диска. Он был абсолютно пуст. Я пропал. Как жить дальше я просто не представлял. Я даже не заметил как перестал икать, но для меня это было уже совершенно неважно. Смысла в жизни больше нет. Ровно как и нет моих электронных воспоминаний в компьютере. Пойду утоплюсь. Я проснулся. Не верю своему счастью. Как я рад, что это был всего лишь сон. В придачу я совершенно перестал икать. Это был самый лучший сон, который я когда-либо видел. Я обзвонил всех своих друзей и позвал их в ресторан проводить последние деньки лета. На радостях пообещал угостить всех за свой счет. Переоделся. На минутку присел за компьютер. Там висело уведомление о завершении форматирования жесткого диска. Короче говоря, икота. Подпишись на новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok